Кана лидер международного преступного картеля известного как Черный Дракон. Его внешний вид также каким-то образом становится сексуальнее и сексуальнее, поскольку игры продолжаются. В четвертой главе Герас просит Кана помочь Кронике построить кучу роботов. И все же Кана немного колеблется. Как вдруг, Господь и Спаситель для самого себя является. Он сам же. Иначе, кому еще ты можешь доверять? Как тебе это? За 50, а все еще в форме. В форме. Форм, 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 форм. Ну как там с деньгами? Заткнись, мальчик. Мужчины говорят. Так что после того, как они сосуты друг друга, они идут и атакуют штаб спецназа в шестой главе. Они побеждают их и берут в плен Соню и Джонни. А потом они с ее бывают. Ты оставишь их в живых? Почему? У вас есть очаги воздействия. У вас есть сила? Просто убейте их всех. Или ты действительно думаешь, что сектор сам уничтожится достаточно хорошо? Да, чертов дурашка. Так что когда захватили Джонни и Соню? Сначала. Я подумал это потому, что они нужны были для плана Кроники. Оказывается Кана просто хотел видеть, как они бьют друг друга в клетки. Ты долбоёб. Кроника пытается освободить мир. А ты на радости здесь играешь с этими двумя. И Кроника не возражает против этого. Будет ли сектор в порядке? Выполняя характери для этого? Да ты ебать какой смячок. Так это Соня, та самая стерва, что меня сожгла? Это как личная атака или что-то в этом роде? Надеюсь ты готова к упреждающей мести. Я даже не знаю, кто ты такой. Кабал обладает сверхчеловеческой скоростью. И он просто не может победить такую мощь, как сильную независимую женщину. Затем появляется Кэсси, чтобы спасти положение. С тех пор как ты не убил её, когда у тебя был шанс. Эрон Блэк пытается остановить попытку побега Сонни и Джонни. Но всказать, что оружие не может причинить вреда сильной независимой женщине. Затем Кэсси активирует мощь и начинает Джона выкать каждого. Затем Кана появляется и получает пулю. Затем Кана появляется и показывает Кэсси, кто тут большой папочка. Это чудовищная волосатая друг. Она сваливает. Кэсси милая. Папочка Кана уже стрелял пока ты пыталась выстрелить у него. Твои рефлексы должны быть на одному уровне с игроками Эво Смаш. Но я думаю ты просто хотела пообниматься с папочкой охотником. Во-первых, у минигана Кана в принципе нет заводного времени. За исключением волос. Во-вторых, Кана мог видеть грузовик. Так почему же он не видел, как Сонни карабкается наверх? Он что, выключил его? Чертовая топорылка. Затем Сонни придется драться с обоими Кана. Это должно быть довольно трудно, потому что они пошли сражаться грязно. Грузовик, что-то что произошло? Что ж, это было тупо. Время позависать. Смотри и уч... Как такое могло случиться? Я в порядке, если есть шрамы. Я в порядке, если прошлый персонаж умирает так же, как и будущая версия. Но почему, Блэд, ты чувствуешь ту же боль 20 лет спустя? Очевидно, если я ударю тебя сегодня, ты почувствуешь это 20 лет спустя. Почему до этого Джонни не упал в обмрак после того, как молодой Джонни был побежден? Или Кана. Или Канзо. Или Люкан. Нахух это дерьмо. Даже несмотря на то, что они сделали эту глупость здесь. Я верю, что есть причина, почему они это сделали. Так что после того, как будущий Кана терпит поражение, Сонни избивает молодого Кана. И как раз в тот момент, когда она собирается нанести ему завещающий удар, у Кана есть один последний сюрприз. Как тебе такой расклад? Ты встал достаточно быстро. Учитывая то, что ты просто страдаешь от боли 20 лет недавности. Так же, как ты заполучил Джонни. Разве Кэсси не была с ним? Кана убил Кэсси. Или Кэсси стояла там и смотрела на этот сладкий мускулистый пресс. Так что теперь Кана и Сонни находятся в тупике. Не забывай, что два по цене одного. Он умрет, и тогда твоя маленькая девочка тоже. Спасибо, Кана. За что? Что напомнил мне о правилах. Что, блядь, только что произошло? Она выиграла, выстрелив ему в лицо. Теперь дайте ей премию Энми. Спасибо. Итак, из того, что я могу сказать. Я думаю, что разработчики хотят, чтобы мы были впечатлены этим, потому что она убила обоих Кана одновременно. Игра постоянно напоминает нам о правилах, вероятно, поэтому они и устроили эту дурацкую сцену, потому что зрители, вероятно, слишком тупо и недостаточно зрело, чтобы смотреть фильм о путешествиях во времени. После того, как Кана снова напомнит нам об этом, Сонни наконец понимает, что она может убить молодого Кана, тем самым убить обоих Кана. Отличная работа. Спасибо. Но это не значит, что противостояние закончилось. Как только ты вытащишь пистолет, Джонни будет мертв. К счастью, Кана вроде как забыл, что он мастерски владеет ножами. Он просто стоит там в отцепенении в течение пяти секунд. И тогда он умирает. Черт меня побери. Поздравляю, Кана. Ты ни разу не выигрывал бой в этой временной линии. И это конец Каны и крутого Кана. Я не знаю, что еще я могу сделать сейчас. Нахух это у меня кончились идеи. Наслаждайтесь этим. Ты получишь то, что там кузов! ВОДОМ. ВОДОМ!